Так, и предложу вам сейчас, молодцы, активные. Так, значит, что же сейчас у нас есть? У нас есть, ой, друзья мои, дорогие, я вот думаю, не пора ли нам с вами размяться? То есть прям в буквальном смысле, кстати, и сделать зарядочку. И в другую сторону. Вперед, в сторону, назад, в сторону. Вперед, в сторону, назад, в сторону, вперед. Хорошо. А сейчас мы почувствуем уже поясничный отдел. Поясничный отдел. То есть вот эти мышцы, они будут двигаться очень немножко, но главное их почувствовать. То есть нам надо сейчас покрутить поясницы. Именно поясницы, тело на месте все стоит. Вот только чувствуем мышцы поясницы. Молодец. Внимание у нас все там, в пояснице сейчас. И в другую сторону. Вот в поясничном отделе. Хорошо. Сейчас мы переходим к бедрам. Тазобедренные суставы. Работает, да, у нас? То есть мы сейчас просто крутим, у нас все тело наверху стоит, и мы крутим только бедрами. Только бедрами. И в другую сторону. Три, четыре. И восьмерочка сделаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. В другую сторону. Раз. По кругу. По кругу. По этим точечкам. Грудь по кругу. Зарядочку поделили. Кстати, как положено. Сорок пять минут прошло. Урок закончен. Было время перемены. Все сделали зарядку. Так, а сейчас я вам покажу еще одно видео. В котором... Тут видео, это громко сказано. Это, знаете, вот как открылось. Вот чем изумило. Как бы через призму моего восторга. Я показываю вам Ольгу. Ой, Наташу. Но здесь я собрала для экономии времени два кусочка. Один, вот вы сейчас поймете, из чего. А второй из нашего чата. В них вот Ольга вот такая. И посмотрите, какая. Многогранная. Так, сейчас осмотрим. Так, хорошо. У нас появляется просто навык. Когда мы ходим в жизни, да, ходим мы по улице, мы видим людей, да. Мы понимаем, что мы все взаимосвязаны, что эти люди, они частичка, в общем-то, нас. Да, что мы частичка. Ну, то есть мы все вместе, в общем-то, да. Все люди, братья на земле. То есть вот это ощущение, именно ощущение. Не просто то, что вот мозгами мы понимаем. А через внутренние ощущения мы понимаем, что у нас в принципе, по сути-то, врагов-то нет. То есть каждый человек, по своей сути, он светлая душа. И мы все сильно взаимосвязаны, да. И тогда мы просто не можем обижаться на кого-то. То есть когда мы смотрим глобально, да, на нас. То есть когда мы смотрим расширенным вниманием, сознанием, да, на этот мир. Когда мы осознаем, да, что мы есть такое, да, то в принципе становится понятно, что все вот эти всякие обиды, там, какие-то злобы, все вот эти все негативные вещи, эмоции, они имеют место быть, конечно. Но просто, ну, нам уже не хочется ни злиться ни на кого, ни обижаться. Это по теме любви-то была песня, которую все застолье пели. Виновата ли я, виновата ли я, виновата ли я, что мой голос дрожал, когда пела я песню. Помните, да? Конечно. Вот сколько умного и веселого. Так, еще. Все, знаете что, хочется познакомить вас, может быть, кто не визит, но получите необыкновенное удовольствие. Наверное, сама Наташа тоже не ожидает. Сейчас. Прямо подборные пребесники. Мы начинаем. В одном далеком государстве, куда не долетали даже птицы, жил-был один маленький. Кто? Как вы думаете, кто? Принц. Принц. Ваше высочество. Вы где? А где принц-то? Ваше высочество. Он, наверное, опять спрятался. Прячется. Наш принц очень любит играть в спрятки. Он думает, что мы его не найдем. А мы его найдем. А мы его найдем ваше высочество. Ой. Что случилось? Что случилось? Кто обидел моего мальчика? Никто. Никто? А почему же принц Ганс плачет? Хочу жениться. Да, хочу жениться на самой настоящей принцессе. И все тут. Повелеваю оповестить все большие и малые королевства. Всех принцесс. А вы принцесс. А вы принцесс. Вот ему. Мы приглашаем к нам во дворец на бал. Принц Ганс желает жениться. Внимание, внимание. Всем гансам срочно отправиться во все королевства и объявить о женитьбе принца. Итак, всем прибыть ко второму числу на бал. Великолепный принц Ганс желает жениться. Ура! Бедная деточка. Бедной деточке не мешало бы есть поменьше. Ай! Пыль! А-а-а! 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 Живонесите мой сундук. Сундук, сундук. Выпустите меня. Я не хочу, я не могу. Я не хочу, я не могу. С доставкой на дом, родителям. Не хочу на такой жениться, не хочу. Ой, как тут у вас красиво. Ну, только где все, а никого нет. Я прошу тебя, невидимка, не тревожь постоянно мне душу. Я всего лишь простая пылинка. Я ничего на земле не нарушу. Что с вами? Ничего, принц. Вам смешно? Что вы, принц? Ни в коем случае. Разве это смешные стихи? О нет, это серьезные стихи. Никому больше не буду читать свои стихи. Вот так. Мама. Мама. Я пылинка. Я не людинка. Не нарушу. Ну, к двери кто-то тихо постучал. Кого несет в столь поздний час? Кто там? Я вся промокла. Здесь очень холодно. Пустите меня, пожалуйста. Бородяшкам здесь не место. Я? Принцесса? Да. Нет, не верю. Ни единому слову. Не верю. Мне кажется, что это настоящая принцесса. Скажите, пожалуйста, что это делают настоящие принцессы ночью на улице? Скорее, несите мою горошину. 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 Даже лично. Берины. 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 Это горошины. Вот теперь-то мы и узнаем, настоящая это принцесса или нет. Какие-то кочки сплошные. Никак не уснуть. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Ой, бедная горошинка, как ты сюда попал? Удивительная девочка. Да нет, я самая обыкновенная, самая обыкновенная принцесса. Что случилось с моим мальчиком? Он так изменился, это удивительная девочка. Вы хотели сказать удивительная принцесса, ваше величество? Принцесса? Ну да-да, она же не смогла спать на моей горошинке. Значит, это настоящая принцесса? Ну, похоже, что это настоящая принцесса. И настоящая горошина. И настоящая горошина. Настоящая горошина. Ой, куда? Ступай, горошинка, в шкатулочку. И больше не убегай. Мы начинаем в одном... Так, вот, посмотрели спектакль. Такой просто браво. Действительно, просто браво. Поэтому, как и полагается, сейчас, Наташ, что-то тут такое было придумано. Сейчас я покажу тебе. А, смотри, пожалуйста. Наверное, это такой букет ты заслужила. Так, а вот еще один. Это букеты из цветов. Так, может, это прям лично от меня, Наташ. А вот это вот тебе поздравление от Ольги Грибановой. А сейчас здесь у нас номер один для тебя тоже поздравительный. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...